Здравствуйте! Меня зовут Инна, моего сына Кирилл. Это наш третий видеоотчет о нашей работе с Давидом. Вот я хочу рассказать о результатах нашего вчерашнего сеанса, в чем заключалась наша проблема. Кирилл каждую ночь приходил к нам в спальню с мужем, залезал на кровать и остаток ночи досыпал у нас. И в принципе это небольшая проблема, уж тем более не проблема аутизма, скорее проблема воспитания, но дело в другом. Дело в том, что вот он к нам залезал и с этого момента он был как волчок, он ни минуты не сидел на месте. То есть вот он сейчас лег рядом с нами, через секунду он уже лежит поперек кровати, еще через секунду я вижу его пятки на своей подушке, потом он упирается ногами в мужа, потом головой в меня, и так всю ночь. И в итоге он, в принципе, спит. Он даже не просыпается, но не сплю я. Меня, конечно, такое положение дело очень сильно не устраивало, тем более, что подъем у него очень ранний, часа, наверное, в половине шестого или в шесть. И учитывая то, что я полночи и так не сплю, в общем, тяжеловато было. Вот вчера мы провели сеанс, потом после окончания сеанса Кирюша собрался и пошел спать, заснул достаточно быстро. И ночью он, конечно же, к нам опять пришел, тут я не буду лукавить, он опять пришел. Но дело в том, что я этого даже не заметила. Я уже к утру обратила внимание, что рядом со мной спит ребенок, причем он так очень деликатно, интеллигентно прилег рядом, он не ворочался, не пинался, не лягался, не переворачивался. Он спокойно спал, а проблему прихода, я думаю, можно решить обычными воспитательными методами. Проснулся он позже, чем обычно, по крайней мере, не рано утром. Проснулся в хорошем настроении, что совсем неудивительно, потому что качество сна было совершенно другое. В общем, я заметила очень позитивные изменения. Это, конечно, шажок небольшой, но шажок в правильном направлении. Я уже по нашему опыту общения с Давидом знаю, что это не просто совпадение. Я рада этому результату. Большое спасибо. Два года назад моему сыну была диагностирована болезнь аутизм. Это, скорее, даже не болезнь какая-то, которую можно диагностировать анализами и обследованиями. Это такая форма психики. Я готовилась с этим жить всю жизнь. В течение года мы общались с Давидом по скайпу. Просто по скайпу, мы просто разговаривали. Ребенок подходил, ребенок смотрел на Давида. Ребенок что-то пытался ответить. Ребенок был полностью неговорящим. Это было 5-6 слов. Ребенок не общался ни с мамой, ни с папой, ни со старшим братом. Он не мог выразить ни свое желание, ни свою боль, ни свое отношение к чему-то. Ничего. Он не мог попросить элементарные вещи. Через год ситуация не просто изменилась. Мне подруги не верили. Мне не верили специалисты, что я ничего не делала, что это вообще тот же ребенок. Да, у нас есть задержка речи. Хорошо. Но что такое задержка речи по сравнению с аутизмом? Я записываю Людовида видео. Скажи привет. Привет. У тебя сегодня хорошо дела? Нет, хорошо дела. Скажи, где Вася у нас? В школу. В школе, Вася. Конечно, в школе. А ты хочешь в школу? Ага. И ты хочешь пойти в школу. А где мы вчера были? Мы вчера ходили к животным. Кого смотрели? Зайка. Зайка смотрели. А еще кого смотрели? Кого еще смотрели? Цыпленка. Цыпленка смотрели. Сейчас у нас есть разговор. Сейчас у нас есть цыплевая игра. Сейчас у нас есть понимание правил жизни. Я могу спать в мою спать. Чай, покрыть носик. Чай, не носик, хорошей. А давай, спасибо. Пожалуйста, не трогайте. А давай, а давай. Пока. Задержка речи, конечно, сильная. Но мы ее корректируем. С этим можно работать. С нами работает логопед. Логопед, который видел нас в момент, когда был полный аутизм, в таком шоке, что ребенок стал вообще понимать и прогрессировать. Человек, который считает своей работой, никак не может поверить, что простые разговоры с каким-то, пусть очень знающим, но с человеком издалека, просто разговоры по скайпу, что так помогли. Но это не просто помогли. Аутизма на данный момент нет. Что такое нет аутизма? Это счастье. Спасибо Давиду. Здравствуйте всем. Это наш второй видеоотчет о результатах дистанционного лечения и о результатах поездки в центр БРД. Давид в город Иерусалим. Начну с того, что мы познакомились с Давидом в марте месяце этого года. И у нас было более 10 сеансов. Эти сеансы дали нам очень много. У нас появился, улучшился глазной контакт. У нас появились некоторые слова. Он стал называть меня мамой. Он перестал относиться ко мне как к мебели. Стал более улыбчивым, эмоциональным, более контактным. У него разнообразились игры. Но оставались еще проблемы с речью. Он не мог произнести слова. У него были проблемы с пищеварением. И у него была постоянно горячая голова при отсутствии температуры. И что мне было странно, никто из врачей не мог объяснить причину этого. Все говорили о терморегуляции, наладке организма. Но никто не говорил, что возможно проблемы с воспалением есть. Были все анализы на руках. Но нигде не было упоминания о том, что у него есть воспаление какое-то. Мы поехали туда с документами, подтверждающими некоторые его проблемы. Но в центре нам без документов был сразу поставлен точный диагноз. Мы поехали на три недели. В первый же день нам был поставлен диагноз. И определены причины такого состояния ребенка и матери. В первый день пребывания там у него уже появился кое-какой результат. Несмотря на то, что ребенок устал, не спал. В первый день пребывания он уже... Произошло чудо. Он начал говорить новые слова. Спасибо сказал впервые. И сказал слово «да». С Давидом на протяжении всего лечения у моего сына, трехлетнего Мирона, был хороший контакт с Давидом. То есть у них сразу были очень хорошие отношения с друг другом и полное понимание. Если я иногда не всегда понимаю ребенка своего и что он хочет мне сказать, то Давида он слушался прекрасно. Что я хочу сказать по лечению? Лечение было мягким, плавным. Все происходило естественно. Никакой боли, никаких неприятных ощущений. Мы провели там три недели. И я сейчас расскажу о наших изменениях. Мы едим сами, без помощи. Едим очень разнообразно. У нас появились многие новые навыки самостоятельные. То есть ребенок чистит зубы, сам ставит накладку, ходит без проблем в туалет. То есть запоры прикрасились у нас. Он стал пытаться полностью произнести слово. Я бы настаивала на том, чтобы он произнесел полностью. Он, конечно, ленится. Но, по крайней мере, у него стало получаться. Он стал каждый день выдавать новые слова. Он стал фантазировать перед зеркалом и фантазировать в играх. Он стал воспроизводить сюжеты просмотренных мультиков. Ребенок запоминает некоторые вещи лучше, чем раньше. Он стал адекватно реагировать на некоторые мои просьбы. Сейчас я скажу, что, конечно, у нас есть к чему стремиться. Но здесь больше уже проблемы воспитания. И необходима постоянная работа по восстановлению, обучению. Но основные проблемы как-то были решены. У ребенка больше не горячая голова. У него, как я сказала, улучшился стул. И у нас была такая проблема. Первые секунды после сна он вел себя немножко неадекватно, странно размахивая руками перед глазами. Его немножко потряхивало. А сейчас такого нет. Он просыпается сразу с улыбкой, открывает глазки, и без капризов, спит всю ночь. Чему я очень рада. И спит более спокойно, чем раньше. Сама я стала лучше себя чувствовать, лучше ощущать и радоваться жизни. Мне появилось желание жить, желание что-то делать для себя, для сына. Самореализоваться появилось желание. То есть захотелось жить реально. Я хочу сказать, что поездка дала нам очень-очень много. Если я... Конечно, я не все могу уместить в один видеоотчет, все эмоции, чувства не передать. Но единственное, что я хочу сказать, что осталась огромная теплота и благодарность этой семье за то, что они творят чудо с нашими детками и с родителями в том числе. Я хочу сказать спасибо вам, Юсефа, Давид, вся ваша замечательная команда, за то, что вы так тепло и так по-семейному приняли нас, за то, что вы помогли нам в решении наших проблем. Продолжение следует...